В прошлом видео я рассказал о том, что на болезни Трампа индекс S&P 500 резко должен упасть и что на этом можно заработать. Что произошло дальше, рассказываю. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. На рынке случаются регулярно какие-то, ну так называемые, черные лебеди, достаточно локальные на этот раз произошел, это болезнь Трампа. И внезапно стало известно о том, что у Трампа коронавирус, и это стало известно вечером, что должно было случиться на открытии биржи. На открытии биржи должен был упасть индекс S&P 500. Я с утра посмотрел, в прошлом видео я рассказывал, с утра посмотрел, что на азиатских рынках индекс S&P 500 грохнулся вниз, нефть также упала и, ну, были серьезные ожидания, что индекс РТС упадет. Моя стратегия, которую я показывал в прошлом видео, была вот такая. То есть, если посередине, если индекс РТС падает или индекс РТС резко растет, то у меня увеличивается прибыль. Ну, произошел достаточно резкий рост. И что произошло? Ну, я заработал 30 тысяч, сейчас я покажу как. Ну, посмотрите. В прошлом видео вы видели, вот эта картиночка была вот такой. И здесь, когда, ну, ожидаемо индекс РТС грохнулся вниз, он начал падать. И я просто сидел и смотрел. И когда внизу, я смотрю, замедлилось падение, волатильность снизилась резко, значит, там свечки стали поменьше, я решил затормозить и зафиксировать прибыль. Вот, посмотрите, что я сделал. Ну, грубо говоря, это вот то, что я на сайте, в чате опубликовал в Телеграме для тех, кто закончил курс по опционам. Я нажал на тормоза, дельта была минус 11. Те, кто понимает, минус 11 это очень много. То есть, у меня прибыль вверх пошла. Я зафиксировал вот здесь буквально. Вот, смотрите, если индекс РТС продолжил бы падение, то, в общем-то, ну, прибыль начала падать. Здесь я очень внимательно смотрел, конечно же. И, посмотрите, вот она. Если индекс РТС падает, смотрим на красную линию. Смотрим на красную линию. Если индекс РТС продолжает падать, у меня прибыль растет текущая. А вот голубенькая линия, она показывает то, что должно было быть на открытии в понедельник. Посмотрите, вот такую стратегию я построил. То есть, до понедельника, если индекс РТС не упадет ниже, так сказать, 108, там где-то 109 тысяч за индекс РТС. То есть, вот туда вот совсем низко. У меня все равно ничего не изменится. Прибыль, позиция бы не изменилась. Ну, а дальше уже в понедельник можно фиксировать. Что я сделал дальше? Ну, в пятницу, уже перед закрытием, я решил, что, в общем-то, фон новостной устаканился. Индекс S&P 500 начал потихонечку корректироваться вверх. И, посмотрите, наш индекс РТС тоже подрос. То есть, он сместился, вы помните, на предыдущем графике был вот здесь, он сместился вот сюда. И, ну, я взял и приподнял вот эту планочку. Я решил, что ничего не будет. Риск? Да, конечно, риск. Потому что, смотрим на красную линию, в понедельник должно быть либо падение, значит, там. Но, так, смотрим, так, 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 так. Да, пятая – это красная линия, значит, уже была. Ну, а голубая – это, ну, это распад. Вот, то есть, все-таки у меня должна была прибыль произойти была в понедельник. Что дальше произошло? Смотрим. Ну, дальше вот он немножечко вырос еще. И что я сделал? Я решил в понедельник, смотрю, ничего не происходит. Вот открытие биржи произошло. Что я сделал? Я докупил вот этих вот опционов колл. Докупил. И это позволило мне поставить на продажу точно такое же количество опционов колл на продажу. Это опционный колл 117500. Вот, то есть, вот на этой линии, то есть, я могу еще вот эту планочку приподнять на… Ну, смотрите, здесь по 700 рублей я пытаюсь их продать. Значит, 7749, то есть, получится на 5000 рублей я подниму эту планочку примерно. Вот, и, ну, буду посматривать, что будет происходить дальше. Прибыль в районе 30 тысяч за пятницу я зафиксировал. Дальше я вот смотрю. Если не вырастет выше, чем 117500, я получу еще, ну, в данный момент 40 тысяч. Не будем загадывать, посмотрим. Рынок полон неожиданностей. Он может выйти как вверх, так и вниз. Но я внимательно смотрел на выходных за состоянием здоровья Трампа. Вот. Ну, ему дали там вакцину Remdesivir дважды. Состояние, ну, вроде, так сказать, неплохое, улучшилось. Он полон решимости вернуться в Белый дом в ближайшее время, то есть, буквально уже сегодня. То есть, судя по всему, он будет толкать индекс S&P 500 вверх. То есть, я ожидаю все-таки некоторого движения вверх. Но пакет стабилизационных мер в 2 триллиона долларов, скорее всего, принят не будет. Поэтому, ну, надо будет смотреть. Если индекс пойдет вверх, что я буду делать? Я буду вот здесь вот, вот это крыло, буду фиксировать прибыль. А здесь я буду просто наблюдать. Вот и все. Потому что, чем дальше он уйдет сюда, просто я, значит, закрываю вот это крылышко, а это оставляю на месте. Теперь, что у меня на конкурсе «Лучший частный инвестор». Я очень здорово продвинулся вверх. Вот сейчас обновляем. Вот, я сейчас на 15-м месте. 15-е место из 1800, это очень круто. Вот, ну, моя цель остается по-прежнему, остаться в первой сотне. Вот, в первой сотне, да, сейчас у меня положение хорошее. Расслабляться нельзя, все это может измениться очень-очень быстро. Вот, ну, согласитесь, что доходность с 19-го сентября, вот, в районе 54-х процентов, это очень даже неплохая доходность. Как ее получить? Ну, вы видите, что я пользуюсь опционными стратегиями. Я пытаюсь рассказать ту логику, которой я руководствуюсь. Вот, посмотрите, здесь можно скачать мои сделки. Но вы можете сидеть и постоянно смотреть вот здесь и пытаться повторить. Но, конечно, у вас прибыль будет меньше. Почему? Потому что, ну, хороша ложка к обеду. То есть, вы всегда будете запаздывать. Главное, для того, чтобы получить прибыль от опционных стратегий, надо понять логику. Вот именно об этом я рассказываю на курсе по опционам, чем я руководствуюсь. И даже те, кто закончил курс по опционам, ну, то есть, надо к этому привыкнуть. То есть, надо свыкнуться с этой логикой, надо ее прочувствовать. Поэтому повторять сделки бесполезно. Надо понять логику, исследовать этой логике. Вот, ну, в чате я пытаюсь объяснить, там более активно, конечно, потому что люди понимают эту логику, которые закончили курс по опционам. Ну, а те, кто не закончил, у тех есть шанс. Значит, ссылочка по-прежнему либо там, либо в описании. demetkov.com. Курс по опционам. Если вы не проходили курс биржи для чайников, то вы получите курс по опционам вместе с курсом биржи для чайников. То есть, сразу два курса вы получите, потому что, ну, он достаточно сложный. Этот курс по опционам без биржи для чайников, его практически, ну, понять достаточно сложно. Поэтому, если вы хотите научиться, вот, зарабатывать деньги на опционах, то не пытайтесь это сделать сами. Это достаточно сложный механизм, достаточно сложный. Но, с другой стороны, вы видите, что прибыль в 52% буквально за две недели, это реально. Это реально, ну, практически только на опционах. Просто их надо понимать. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий. До встречи.